здравствуйте дорогие рукодельницы гости и подписчики моего канала приглашаю вас связать вот такой уютный удлиненный жилет особенность этого жилета в том что он вяжется абсолютно без швов сверху вниз для вязания без швов я выполняла прибавки по плечам далее вязала петли спинки и полочек отдельно и внизу проймы соединила все детали и вязала основную часть жилета без боковых швов и в конце выполнила вот такие разрезы ки по бокам завершение вязания жилета я вязала полочки вот такой планкой с помощью крючка но это у меня отдельное видео оставлю мастер-класса вязки полочек с петлями для пуговиц горловины смотрите видео по подсказке и внизу по ссылке вот если вас заинтересовала эта модель смотрите это видео и забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал конечно же я показываю как жилет смотрится на мне он удлиненной формы такой получился оверсайз я вязала жилет на 50 52 размер и так приятного вам вязания на вязание этого жилета у меня ушло 500 грамм пряжи или 5 мотков пряжа alize superlana maxi у нее толщина нити в 100 граммах один моток 100 метров я использовала спицы номер 8 дорогие рукодельницы перед началом вязания любой вещи необходимо связать образец я вначале расскажу о материалах которые использовала для вязания этого жилета у меня пряжа alize superlana maxi здесь моточек 100 100 грамм в нем 100 метров это полушерсть но здесь больше процент идет акрила 25 процентов шерсть и 75 процентов акрил здесь рекомендовано использовать спицын 8 10 я вначале связала образец основного узора спицами номер 7 и номер 8 и а по ощущениям выбираю какие буду использовать спицы вот этот узор получается чуть плотнее он такой лучше держит форму но спицами номер 8 мне больше нравится как по ощущениям полотно но такое мягкое пышное поэтому я буду использовать спицы номер 8 и при расчете петель обязательно учитывайте плотность вязания так как вот образец узора связаны спицами номер семь у меня здесь плотность вязания получилось 13 петель в 10 сантиметров а при спицами номер восемь здесь вышло 12 петель на ширину 10 сантиметров обязательно это учитывайте и сейчас я покажу как вяжется образец основного узора как вы видите это резинка но резинка с чередованием от лицевых петелек и здесь чередуется изнаночная лицевая петелька получается такая как жемчужная резинка очень хорошо она подходит для вязания каких-то основных базовых вещей первая петля кромочная и все петли в лицевом ряду провязываются лицевые узор резинки будем формировать в изнаночном ряду поэтому в лицевых рядах всегда петли будут провязываться все лицевые заканчиваю вязать лицевой ряд образца вот последняя кромочная петля поворачиваю образец на изнанку и в изнаночном ряду смотрите после кромочной здесь на лицевой стороне идет дорожка из лицевых петель значит на изнаночной стороне я начинаю вязать узор с изнаночной петлей и здесь мы чередуем изнаночная лицевая изнаночная лицевая и таким образом формируется это красивая резинка то есть мы повторяем лицевой изнаночный ряд и получается этот интересный узор и так связав образцы рассчитав плотность вязания далее переходим к основным расчетам и начинаем вязать наш жилет дорогие друзья при вязании плечевых изделий сверху вниз а если вы выполняете как бы реглан то вы делаете прибавление по регланным линиям при вязании данного жилета или вы если вы хотите связать кардиган мы будем делать основной расчет петель на ширину сразу выреза горловины именно по спинке на полочке мы оставляем по три петли и далее за счет прибавок будем формировать вырез горловины по передней стороне но основные прибавки по таким линиям реглана которые будут проходить по плечам у нас будут именно выполнены по плечам и необходимо сделать расчет по плотности вязания сколько набрать петель на желаемую ширину выреза горловины допустим здесь можно набрать ширину вырез по спинке чтобы сделать 16 18 сантиметров и я рассчитала что я для спинки наберу двадцать одну петлю и плюс 3 петли с одной и с другой стороны для формирования полочек будут петли поэтому общее количество для начала вязания набирая 27 петель смотрите если у вас другая плотность вязания другой толщины пряжа то есть вы согласно своим меркам набирайте необходимое количество петель а далее уже вы будете прибавки делать точно также только будете изменять количество связанных рядов на верхней части и так я набираю обычным способом на спице номер 8 27 петель я набрала 27 петель на спице и сразу отделила три петли в начале и конце маркерами чтобы далее продолжать вязание и формировать узор относительно этих выделенных петель смотрите поворачиваем работу и первый ряд начинаем вязать первый ряд жилета сверху вниз и этот ряд у нас будет как изнаночный ряд чтобы вот по лицевой стороне оставалось вот это вот ровная косичка наборного ряда и в этом ряду в каждом изнаночном ряду мы будем формировать узор и смотрите вот в первом ряду закладываем узор резинки так первую петлю как кромочную провязываем изнаночной следующая петля идет 2 лицевой и перед маркером 3 петля тоже идет изнаночной то есть на лицевой стороне это будет лицевая петля перед маркером переносим маркером и после маркера вот эти вот петли спинки выреза горловины по спинке начинаем вязать узор резинки тоже с изнаночной петли то есть у нас перед маркером и после должна быть изнаночная петля и здесь у нас должно быть по спинке всегда нечетное количество петель чтобы начать с изнаночной петли и перед маркером закончить тоже изнаночной петлей и далее чередую изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так продолжаю и перед маркером заканчиваю изнаночной петлей и так заканчиваю петли спинки вот перед маркером изнаночная петля переношу маркер и теперь последние три петли провязываю как изнаночная лицевая и изнаночная далее поворачиваю работу и начинаю вязать второй ряд жилета уже по лицевой стороне и в этом ряду будем формировать регланной линии по плечам делать прибавки приступаю к вязанию второго ряда это лицевой ряд и в лицевом ряду мы по сути все петли провязываем лицевыми но также в этом ряду мы будем делать прибавки для расширения верхней части как прибавки по линиям реглана и вот эти вот зеленые маркеры которые отделяют у нас петли полочки петли спинки на 2 петлях перед маркером и на двух петлях после каждого маркера мы будем прибавлять по две петли и сейчас я покажу как это делать первая петля провязываем лицевой здесь и не снимаем как кромочной провязываем лицевой далее у нас идет изнаночная петля но по сути мы все петли должны провязать лицевые но на двух петлях перед маркером мы делаем прибавки из одной петли вывязываем две петли и на тех петлях которые располагаются справа от маркера необходимо делать прибавки так смотрите вначале мы петельку разворачиваем неважно лицевая это или изнаночная петля далее вводим спицу за первую стеночку и провязываем как лицевую петельку не сбрасывая вот петлю с левой спицы далее смотрите подхватываем ниже переднюю стеночку петли и вновь заводим крючок за эту стеночку и провязываем вторую петельку и у нас получается как видите по узору прибавлено как изнаночная и лицевая петелька еще раз повторяю смотрите петлю переворачиваем вводим спицу за переднюю стеночку далее вот так вот петельку вниз и подхватываем вот эту вот нижную переднюю стеночку и провязываем лицевую и смотрите у нас теперь по узору резинки прибавлено как изнаночная лицевая изнаночная лицевая переносим маркер после маркера на двух петлях то есть слева от маркера на двух петлях делаем прибавление по-другому и гораздо проще здесь на передней стеночке провязываем лицевую не сбрасывая петлю с левой спицы вводим за вторую стеночку и провязываем тоже лицевую и здесь смотрите у нас получается как лицевая изнаночная то есть по-другому петельки ложатся и еще раз повторяю за переднюю стеночку и за вторую стеночку провязываю лицевую и вот мы сделали первое прибавление то есть у нас прибавилось по 2 петли слева и справа для реглана по плечам далее вижу все петельки лицевые и на двух петельках перед и после второго маркера буду делать точно такие же прибавления сейчас довязываю петельки по спинке и вот остаются две петли вот изнаночная лицевая и теперь переворачиваю петельку далее ввожу вот за первую стеночку провязываю лицевую подхватываю вот стеночку петли ниже и тоже провязываю как лицевой и и второе прибавление точно так же вот на двух петлях справа от маркера слева от маркера за переднюю стеночку провязываем лицевую и за вторую стеночку провязываем лицевую делаем так два прибавления и последняя петля кромочная тоже ее провязываю лицевой далее поворачиваю работу третий ряд идет у нас по изнанке и здесь смотрите начинаем вязание с первой петельки далее здесь идет кромочная здесь идет первая петелька и у нас должно быть здесь заканчивается изнаночной петлей это лицевая изнаночная лицевая и значит начинаем вязание как с изнаночной петли лицевая петелька следующая изнаночная лицевая изнаночная то есть у нас должно быть чередование резинки перед маркером здесь заканчивается изнаночной переносим маркер и начинаем с изнаночной петли чередование изнаночная лицевая изнаночная лицевая и заканчиваться резинка здесь должна изнаночной петлей это же после маркера начинаем с изнаночной и так я довязала до второго маркера вот здесь лицевая последняя и изнаночная переношу маркер и здесь начиная узор с изнаночной петли изнаночная лицевая изнаночная лицевая и изнаночная петля поворачиваю работу следующий уже идет четвертый ряд по лицевой стороне и здесь мы продолжаем тоже делать те же самые прибавки относительно 2 прибавки перед маркером и после маркера пока для выреза горловины полочки прибавление не делаем пока вот вырез горловины идет вглубь и здесь мы по сути вяжем по рисунку первая петля провязывается лицевая вот за вторую стеночку далее изнаночная далее лицевая далее на двух петельках провязываем два прибавления петли справа значит петельку переворачиваем за первую стеночку провязываю лицевую подхватываю петельку ниже и еще раз лицевой и то же самое на второй петле перед маркером делаю прибавку так еще раз подхватываю петельку ниже и делу прибавку переношу маркер после маркера на двух петлях за переднюю за вторую стеночку провязываю 2 петли затем петлю сбрасываю и в этом ряду все петли узора идут лицевые и относительно 2 маркера делают точно такие же прибавки начинаю вязать пятый ряд этот ряд изнаночный проходит по изнаночной стороне и по изнанке мы формируем узор резинки и здесь смотрите рассчитывайте так чтобы у вас перед маркером последняя петля была изнаночная я начинаю с изнаночной петли первую и еще ее не считаю за кромочную изнаночная лицевая изнаночная лицевая и заканчиваю изнаночной петлей после маркера начинаю вязать резинку с изнаночной петли далее лицевая чередую изнаночная лицевая здесь тоже заканчиваем перед маркер изнаночной петли после маркера начинаем с изнаночной и так провязываю этот ряд далее начинаю вязать 6 ряд это лицевой ряд и по сути в каждом лицевом ряду мы делаем прибавки вот по вот отмеченными маркерами это регланной линии которые идут по плечам прибавки идут на двух петлях справа от маркера и на двух петлях слева которые я показывала в каждом лицевом ряду делаем прибавки петли узора все провязываются лицевые но с этого ряда также я буду делать прибавки для формирования и расширения выреза по полочке по полочкам по и по вырезу горловины на передней части вот слева и справа и для этого вначале я провязываю первую петлю лицевой далее вот изнаночная петелька идет и подхватываю вот эту вот петельку ниже и можно накинуть ее на спицу и провязать вот за первую стеночку лицевой и далее вижу лицевые до петель прибавок перед маркером довязав до двух петель справа от маркера делаем прибавки как я показывала петельку разворачиваем провязываем и затем подхватываем ниже и еще раз провязываем вот петельки слева от маркера провязываем за первую и за вторую стеночки вот два прибавления будет далее вяжем петли спинки лицевыми провязываем в общем до второго маркера здесь делаем точно такие же прибавления и здесь после последней предпоследней петельки и и провязываем лицевой и после подхватываем петельку ниже и еще делаем одно прибавление и так я довязала до предпоследней петельки провязываю лицевой вот эту петельку подхватываю ниже и и провязываю за первую стеночку лицевой и кромочная тоже идет у нас как лицевая вот закончили вязать 6 лицевой ряд здесь уже видно как формируется регланной линии по плечам и уже петли полочки если посчитать 369 по 10 петель слева и справа от маркеров начинаю вязать 7 ряд который идет по изнанке и здесь начинаем вязание с первой петли помня что нам необходимо формировать узор резинки здесь мы прибавили петлю для выреза горловины и поэтому в начале провязываю первую изнаночной петлей и вторая петля тоже будет изнаночная и далее уже начинаю чередование лицевая изнаночная лицевая изнаночная закончить а перед маркером мы должны изнаночной петлей вот как раз лицевая и изнаночная после маркера начинаем изнаночной петли изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так далее продолжаем и смотрим чтобы на лицевой стороне у нас правильно формировался рисунок здесь тоже самое перед маркером заканчиваем изнаночной петлей начинаем с изнаночной а далее чередуем лицевая изнаночная и в конце 2 изнаночные петли начинаю вязать 8 ряд это лицевой ряд и как и в каждом лицевом ряду все петли провязываем лицевыми основного узора на двух петлях перед и после маркера делаем прибавки как я показывала для расширения линии реглана по плечам и здесь после 1 кромочной и перед последней петлей делаем прибавки для расширения полочек первую петлю провязываем лицевой далее вот подхватываем петельку ниже и на ней провязываем лицевой и следующая тоже идет лицевая далее петли узора резинки здесь по лицевой стороне тоже идут лицевые и на последних двух петлях вяжем прибавку как справа от маркера далее на двух петлях как слева от маркера и в конце заканчиваем ряд тоже самое далее показывают 9 ряд начинаю вязать 9 ряд этот ряд проходит по изнанке здесь мы прибавок не делаем здесь формируем узор вот этой резинки по которая складывается на лицевой стороне смотрите мы здесь с краю полочки уже прибавили две петли и по сути это раппорта резинки поэтому вот первую петлю здесь мы можем провязать как изнаночная далее лицевая петелька далее изнаночная петелька лицевая изнаночная посмотрите чтобы на обратной стороне вот у вас те дорожки лицевых петель которые были они продолжались и только между дорожками лицевых петель как бы формировались чередовались лицевая изнаночная перед маркером заканчиваем изнаночной то есть у нас при чередовании таком должно совпасть переносим маркер и после маркера начинаем вязать с изнаночной петли изнаночная лицевая повторяю заканчиваем перед маркером изнаночной петлей начинаем с изнаночной и так провязываем узор до конца ряда и по лицевой стороне у нас должен складываться вот такой узор резинки и смотрите здесь вот как раз линии получается реглана по плечам идут как лицевые такие дорожки петель дорогие друзья перехожу на 10 ряд и посмотрите к десятому ряду вот у нас по краю булочки видно что прибавился один раппорт резинки то есть две петли в каждом лицевом ряду здесь мы тоже прибавляем раппорт резинки вот видите как складывается узор по плечам расходится и вот так вот сейчас смотрится верхняя часть я продолжаю вязание и а в каждом лицевом ряду делаю прибавку по отмеченным маркером перед на двух петлях перед маркером и на двух петлях после маркера и в начале и в конце ряда после первой и перед последней петлей тоже буду делать прибавки для расширения полочек поднимаю петлю и провязываю можно на спицу накинуть и провязываю петельку лицевой далее в следующем изнаночном ряду формирую как бы узор резинки в лицевых рядах у нас узор провязывается лицевыми петлями дорогие друзья я провязала 17 рядов и посмотрите у меня можно сказать верхняя часть связана связаны все прибавления по плечам плечевой реглан и далее уже можно переходить на вязание спинки и полочек отдельно я сейчас хочу переснять на отдельные спицы петли спинки и полочек чтобы вы могли посмотреть какая верхняя деталь получается по форме сейчас я еще раз поближе покажу какой получается узор по плечам за счет прибавок узор резинки расходится от плечей вниз здесь по вырезу горловины и на спинке узор очень эластичный мягкий пышный поэтому он также будет комфортно на фигуре смотреться и носиться такая вещь будет комфортно и если совместить сложить плечевые линии то вот так вот пока смотрится верхняя часть вырез горловины и здесь конечно же необходимо по передней части еще несколько петель добавить для расширения левой и правой полочки дорогие друзья надеюсь вам понятно первая часть вязания жилета это может быть и пер начала вязания кардигана поэтому возьмите себе на заметку такой способ вязания плечевого реглана он очень такой аккуратный эффектный и пригодится вам для вязания любых базовых вещей и так 18 ряду я перехожу на вязание отдельных частей уже жилета отдельно буду провязывать полочки и спинку в начале буду вязать спинку здесь я уже делила петли одной полочки вторая полочку пока не отделила так как здесь от начала ряда буду провязывать до петель спинки и далее вязать только спинку нить здесь и я не обрываю для при вязании спинки я уже сделала расчеты то есть у меня 53 петли то есть 44 сантиметра будет ширина спинки меня этот размер устраивает и далее буду еще набирать кромочные петли сейчас все подробно покажу и так здесь 18 ряду в начале петли полочки я провязываю так как это лицевой ряд все петли провязываю лицевые здесь не делаю прибавлений просто провязываю да здесь должен быть маркер вот она линия плеча где мы делали прибавки и вот получается до лицевой петельки здесь я провязываю все петли полочки всего 25 петель по полочке было также я об этом говорила и так я довязала лицевые петли вот видите до петельки середины плечевого реглана здесь должен был быть маркер просто я его убрала и далее при переходе на вязание спинки я набираю 2 воздушные петли но эти петли они будут как для формирования кромки то есть у нас пройма будет не будет обвязываться и нужно сформировать красивую кромку по краю проймы и далее перехожу на вязание петель спинки и далее до следующего плеча провязываю все петли спинки а петли полочки я сейчас пересниму на другую спицу я заканчиваю вязать петли спинки здесь последняя петля вот она идет лицевая дальше должен быть маркер но я его убрала и петли полочки у меня уже на другой спицы в конце ряда набираю 2 воздушные петли поворачиваю работу и вяжу ряд обратно то есть изнаночный ряд идет и здесь по изнанке мы формируем рисунок фактурной резинки первые две петли которые мы набирали кромочные петли это будут провязываем изнаночные петли далее идет тоже изнаночная петля и чередуем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда в конце ряда получается необходимо провязать здесь последняя петля идет изнаночная и две петли которые тоже прибавляли тоже изнаночные то есть заканчивается ряд 3 изнаночные петли заканчиваю изнаночный ряд спинки вот три последние петли изнаночные две последние петли это те что были прибавлены далее поворачиваю работу на лицевую сторону и начинаю ряд первые две петли кромочные мы их переснимаем не провязывая и далее все петли идут лицевые последние две петли те что были добавлены как кромочные провязываем лицевыми поворачиваем работу начинаю вязать изнаночный ряд и первые две петли в изнаночном ряду те что кромочные снимаю не провязывая далее начинаю вязание с изнаночной петли и чередуется изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так далее одинаково вяжутся все изнаночные лицевые ряды и мы вяжем спинку на длину проймы 15-18 сантиметров, в зависимости от того, какую хотите вы длину проймы. Это будет пройма связанная не до конца, так как в последних рядах мы будем еще по пройме делать прибавление и расширение по спинке для вязания основной части. Дорогие рукодельницы, я провязала спинку на высоту 18 сантиметров и сейчас буду делать прибавление для расширения спинки до нужного размера. Смотрите, сейчас длину проймы составляет 18 сантиметров. Я буду делать еще в четырех лицевых рядах прибавление, поэтому 8 рядов пройма еще будет провязана. Начинаю вязать первый ряд с прибавками по проймам. Первые две петли у меня первый лицевой ряд, первые две петли кромочные снимаю, следующую петлю тоже провязываю лицевой, так как видите она тоже участвует в формировании вот этих вот этой красивой кромки и после прибавляем петлю. Ту провязанную петлю ниже поднимаем новую петельку и провязываем ее лицевой. Вот получается над провязанной третий лицевой поднимаем петлю и прибавляем новую петлю. Здесь в лицевом ряду все петли идут лицевые, в конце ряда делаю прибавку по второй пройме. В конце ряда, когда остаются 3 лицевые петли, поднимаем петлю ниже под лицевой, накидываем на спицу, провязываем за переднюю стеночку лицевой и оставшиеся 3 лицевые петли. Поворачиваем работу и в изнаночном ряду. Начинаю вязать изнаночный ряд и в изнаночном ряду добавленные петли включаем в узор. Первые две петли кромочные снимаем, не провязывая нить впереди работы. Третья петля идет всегда изнаночной и далее четвертая петля у нас была добавлена и здесь мы смотрим по узору. Здесь провязываем ее тоже изнаночной и далее идет чередование лицевая и далее следующая дорожка совпадает изнаночная и лицевая, изнаночная и лицевая. Итак, чередуем до конца ряда и в конце ряда тоже получается провязываем последние 4 петли будут все изнаночные. Так я делаю 4 прибавления по одной и второй пройме в 4 лицевых рядах и в 4 изнаночных рядах добавлены петли включая в узор. Закончив вязать спинку начинаю вязать полочки. Полочки вяжутся для жилета одинаково и присоединяем нить и начинаем вязать первый ряд именно от края плеча. Здесь мы для формирования кромки проймы набирали две петли дополнительно и для полочек тоже необходимо набрать две петли. Присоединять нить лучше с помощью крючка. На крючке делаю начальную петлю, но эту петлю я потом распущу и вот смотрите две кромочные петли. Вкалываю крючок вначале в первую петельку вытягиваю на крючок петлю и затем во вторую петельку. Вытягиваю вторую петлю на крючок, но смотрите, далее при перемещении петель на спицу необходимо вот эти две набранные петли и первые две петли поменять местами. Снимаем со спицы первые две петли, переносим вначале набранные петельки, здесь вот эту дополнительную петельку оставляю и затем вот две петли, которые мы снимали. Получается мы перекрестили 4 петли и теперь начинаем вязать первый ряд. Здесь две петельки провязываем лицевыми и далее тоже две петельки тоже лицевыми. В следующих рядах первые две петли буду снимать не провязывая как кромочные петли и следующая петля 3 всегда будет лицевой, чтобы сформировалась вот такая красивая закругленная кромка. Итак, первый ряд отдельно полочки, по лицевой стороне провязываю все петли лицевые и в конце ряда буду делать прибавления. Здесь у меня по полочке было всего 25 петель, добавилось еще 2 кромочные петли 27, но мне необходимо еще набрать 4 петли, чтобы полочка у меня была нужной ширины. И вот довязав все петли ряда, набираю 4 воздушные петли. Вот здесь у меня будет так сформирована горловина. Видите, что здесь было закругление и теперь пойдет как бы ровная часть горловины до полной ширины полочки. Вы можете набирать больше петель, если вам необходимо связать жилет большего размера. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать полочки для жилета. Сейчас у меня жилет в ширину составляет примерно 50-51-52 сантиметра. Данный узор очень эластичный, но все-таки необходимо вязать полотно так, чтобы вещь потом при носке не облегала фигуру, так как жилет должен получиться достаточно свободный. И смотрите, у меня сейчас на полочках по 35 петель, на спинке 65 петель. Количество петель за счет прибавок должно быть на спинке и на полочках примерно одинаковое. Здесь я показывала, как начать вязать полочку. Было набрано две дополнительные петли для кромки, которые перекрещиваются с первыми петлями. Здесь по вырезу горловину я добавила 4 петли, далее вязала узор для полочки прямо и в конце, также как и для спинки, я прибавила в 4 лицевых рядах 4 петли. То есть раппорт узора добавился еще два раза. И вот в завершение идет вот такое закругление проймы. Получается, здесь по пройме ряд закругленных таких, закругленный ряд лицевых петелек. И вторая пулочка вяжется точно также. Тоже мы тут присоединяем нить у верха плеча, я еще ее не замаскировала этот кончик нити. Перекрестила две первые петли и добавленные для кромки. Здесь набрала 4 петли для выреза горловины, вязала полочку прямо и в последних 4 лицевых рядах добавила 4 петли. Далее перехожу на вязание основной части жилета и теперь у нас жилет будет вязаться единой деталью. То есть мы сейчас в первом ряду совмещаем вязание полочек и спинки в один ряд. Здесь при вязании полочки я не обрывала нить. Поворачиваю работу и вот получается в лицевом ряду буду выполнять уже вязать петли и переда и спинки и сейчас покажу как выполнять соединение полочки и спинки. Начинаю вязать лицевой ряд как обычно. Первая петля кромочная как мы ее снимаем и все петли в лицевом ряду вяжем лицевые. Не довязывая две петли до конца полочки будем совмещать перед. Когда останется последние две петли полочки делаем совмещение спинки и полочки и здесь делаем перекрещивание петель. Далее я провязываю первые две петли спинки, а после провязываю оставшиеся две петли полочки. Таким образом у нас петли перекрещиваются. Далее продолжаю вязать петли спинки и тоже это идет лицевой ряд. Обратите внимание, что все детали полочек и спинки должны быть завершены изнаночным рядом, чтобы в первом ряду вы провязали узор и он у вас как бы сошелся. И смотрите здесь при перекрещивании петель внизу полочки у нас не будет никакого расхождения и вот такое незаметное и прочное соединение двух деталей. И далее продолжаю вязать петли спинки. По второй пройме выполняет точно такое же соединение, только перекрещивание будут идти в другом направлении. Теперь выполняю соединение и переход от спинки к правой полочке. И когда осталось две петли, смотрите если при предыдущем соединении мы петли оставляли впереди вязание, то теперь петли спинки оставляем за вязанием и впереди в начале провязываем две петли полочки, первые две петли лицевыми и затем оставшиеся две петли спинки. Я подхватила эти две петли так как они у меня выпали из спицы и провязываю их за вязанием. И вот у нас получается перекрещивание петель полочки идет впереди и далее продолжаю вязать лицевой ряд. Дорогие рукодельницы я довязала жилет до низа до начала вязания планки резинкой по низу и здесь хочу связать достаточно длинную планку сантиметров 10-12 и выполнить разрезы по бокам и я уже распределила петли. Далее буду вывязывать низ резинкой с разрезами по бокам, поэтому я буду отдельно вязать петли полочки и петли спинки и по бокам сформирую разрезы. И смотрите начинаю вязать вот в начале по первой планке узор в лицевом ряду и буду выполнять в этом ряду резинку и смотрите если в начале у меня планочка состояла из 35 петель перед тем как я начала вывязывать полностью общую деталь то есть здесь 35 петель было я оставила здесь 37 петель последние две петли будут формировать кромку по разрезу то есть я буду эти петли снимать формирую вот такую же закругленную красивую петельную кромку и при вязании спинки буду набирать дополнительно две петли чтобы по спинке по боковым разрезам тоже сформировать кромку и здесь начинаю вязать с лицевого ряда первую петлю как кромочную снимаю и продолжаю вязание уже резинкой один на один здесь по рисунку смотрю идет изнаночная далее лицевая и чередую эти две петли то есть если мы раньше вязали узор фактурной резинки в лицевом ряду провязываю все петли резинки все петли лицевыми то при вязание резинки будем вязать уже по рисунку петель и в лицевом и в изнаночном ряду и так довязываю резинкой но последние две петли кромочные сейчас покажу как буду вязать и так у меня на спицах осталось 3 петли и провязываю их все лицевыми то есть обязательно должна резинка идти вот последние узора резинки лицевая и две кромочные будут тоже лицевые это дополнительные две кромочные для полочки далее поворачиваю ряд на полотно на изнанку в изнаночном ряду в начале ряда всегда будут первые две петли снимать нить впереди работы и следующая петля всегда изнаночная идет и далее уже смотрим по рисунку здесь идет лицевая изнаночная чередование лицевая изнаночная и так вижу планку по низу резинкой до высоты я посмотрю 10-12 сантиметров и буду закрывать петли дорогие рукодельницы я связала резиночку по планкам два отдельных участка и сейчас буду вязать планку по спинке и покажу вам как оформить боковые разрезы здесь смотрите у меня получилось аккуратно и закругленная из петелек кромка здесь я закрыла простым способом петли в конце покажу вам как закрывала петли и вот этот вот вела закрытие петель от а именно от центра полочки краю и здесь буду закреплять нить немножко закрутив вот это вот кромку и здесь замаскирую нить по изнанке я уже сделала так один уголок боковому разрезу немножко закруглила а нет не здесь показываю вот вот эта кромка и закрепила нить и получается вот такая кромка у бокового разреза чтобы дополнительно набрать две петли я буду использовать крючок делаю на крючок начальную петлю но мне эта петля необходимо чтобы удерживать рабочую нить и здесь смотрите в уголке вот где мы начинали вязать планку для полочки и набирали две петли здесь вначале вот видите вот одна петелька и 2 и вводим крючок вот за первую петельку с изнанки она изнаночная и вытягиваем петлю и далее за вторую петельку вводим крючок и вытягиваем вторую петельку на крючок теперь эти две петли перенесем на спицу меня здесь рабочая спица номер восемь здесь пока на спинке дополнительная спица на которую я просто переснимала петли но я продолжаю вязание и теперь смотрите следующая петля тоже должна быть изнаночной чтобы она с лицевой с лицевой стороны была лицевой и далее переходим на вязание уже по рисунку и следующая у меня петля тоже идет как бы по рисунку изнаночная и лицевая изнаночная лицевая то здесь мы уже выполняем чередование резинки изнаночная лицевая и в конце ряда я тоже покажу как набрать петли для кромки в конце вязания спинки у меня остается одна петля обязательно провязываем изнаночной и набираю две петли для 2 кромки и теперь смотрим вот здесь вот я набирала две дополнительные петли подхватываем вот вводим крючок вот как в первую петельку которая идет как изнаночная вытягиваю на крючок петлю и вторая петелька здесь тоже вытягиваю петлю и затем их переношу на спицу все 2 по 2 петли я набрала дополнительно и получается что у нас будет впереди идти кромочные петли именно полочек так как мы набираем для спинки за кромочными петлями вот передней части и теперь начинаю вязать уже лицевой ряд и при вязании кромки всегда пи первые две петли снимаю не провязывая но в первом ряду можно эти две петли провязать лицевыми но далее первые две петли будем всегда снимать не провязывая следующая петля будет идти лицевой и далее идет резинка по рисунку петель в конце ряда соответственно тоже вяжем 3 петли по рисунку в начале первые две петли мы всегда снимаем в изнаночном ряду тоже будем снимать первые две петли друзья теперь быстро покажу как закрываю петли смотрите резинку 11 я закрываю просто провязываю по рисунку удали у меня идет лицевая петля и предыдущую перед петлю накидываю сверху провязаны далее по рисунку идет изнаночная петля провязываю изнаночной и сверху перекидываю придут предыдущую петлю и получается вот такой вот простой петельный способ закрытия петель очень аккуратный он в меру эластичный и с красиво смотрится и после того как я примерила жилет все нормально мне подошло все по размеру я намечаю места для пуговиц и сейчас буду вязать планку планку буду вязать крючком с отверстиями для пуговиц буду вязать цельную планку обвязку для горловины и заканчивать вязание планки по второй стороне где будут пришиты пуговицы и об этом я подробно расскажу во втором видео ссылку оставляю и под подсказки и внизу под видео переходите там будет очень полезный урок как связать планку красивую аккуратным крючком с петлями для пуговиц